Североказахстанские спасатели подвели итоги работы за прошлый год. В 2016 на номер 112 поступило более 400 тысяч звонков. Большинство из них не было связано с чрезвычайной ситуацией. На что жаловались североказахстанцы, расскажет Ольга Файзулина. Номер службы спасения 112 является экстренным. Позвонить на него можно с мобильного, даже не имея сим-карты. Однако вопросы, с которыми обращаются североказахстанцы, иногда ставят диспетчеров в тупик. Например, почему не пополнился баланс, если деньги перечислены? А еще обращаются с просьбой разблокировать телефон или настроить интернет. Больше половины звонков непрофильного характера, говорят специалисты диспетчерской службы. Бывают и негативные отзывы по поводу рассылки штормовых предупреждений. Департаментам сообщения рассылаются, допустим, в 13, в 15 часов, в 16 часов. Но операторы сотовой связи осуществляют рассылку согласно очереди. У нас много областей, практически единовременно в северной области, там Павлодарок, Молинская, Кустанай, у всех штормовые, все отрабатывают. Операторы обязаны разослать. Поэтому есть такие случаи, когда сообщения приходят ночью. Просьба на это реагировать правильно, не критично. Срочно помочь перевезти бабушку через дорогу, остановить кашель. Это уже звонят дети. У них огромная фантазия, говорит Иван Онищенко. Иногда даже рассказывают анекдоты. Звонки с одного и того же номера могут поступать 10 раз подряд. Игнорировать их специалисты не имеют права. Вдруг будет настоящая ЧАЭС. Пьяные, психически неуравновешенные. Диспетчерская определяет их по голосу. Несмотря на это, в прошлом году было несколько ложных вызовов. В одном из них женщина просила о помощи. Говорила, горит дом, срочно приезжайте. Экстренно собравшись, пожарные выехали по адресу. На месте не оказалось ни дыма, ни звонившей. В административном кодексу предусмотрено административное наказание до 30 МРП на физические лица. По прибытию на место информация не подтвердилась. Начали искать заявителей, телефон отключен. И уже потом совместно с местной полицейской службой этот факт был отработан. Даже на нелепые требования диспетчеры реагируют спокойно. Пытаясь объяснить. Экстренную линию занимать не стоит. В этот момент может позвонить тот, кому действительно нужна помощь. За пять лет работы Ивану Онищенко больше всего запомнился случай с девушкой в Есельском районе. Она выехала из дома. На дороге нулевая видимость. Машину замело. Началась паника. Уже двери не могли открываться. И у нее садилась, как всегда, батарея. Все обязательно в один момент происходит. И мы через местное население вышли на ее родителей. И уже смогли на гужевой полоске, на санях, сквозь метель отец смог проехать. Как бы мы все это контролировали. Созванивали с обоими. Проводили психологическую беседу. Потом звонили. Как бы благодарили. Всего в прошлом году в Североказахстанскую службу спасения поступило более 400 тысяч звонков. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев. Новости МТРК.